Пока деревья в спячке. Стоило совраски. 16 ноября, 17. Пока деревья в спячке. Визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Алтайский край сопровождался скандалами еще до прибытия его в регион. Центральной темой в социальных сетях, и даже ряде государственных СМИ, стали негладкие отчеты о развитии территории, как это планировалось изначально, а безумное решение высадить деревья в 15-градусный мороз и коммунальные проблемы небольшого села Санниково. За несколько дней до самого визита в социальные сети ВКонтакте, в группе Барнаул 22, выложили видеоролики и фотоснимки, как в Барнауле начали высаживать деревья в 15-градусный мороз, пробивая лунки в промершей земле. На улице Малахова за ночь появились двухметровые ели, пишут горожане в соцсетях. А дальше посыпались фотографии, на которых стригут траву под снегом. Оно понятно, конечно, приезд столь важного гостя требует подготовки. Хотя не совсем объяснимо, зачем благие намерения доводить до абсурда. Загонять бюджетные деньги в заведомо безрезультатное дело. Но в городской администрации заявили, что посадка деревьев не связана с приездом Медведева, но мы-то люди взрослые и давно живем в России. Поэтому прекрасно знаем и понимаем, что просто так, по-трезвому, деревья в морозы не сажают, а уж тем более не добывают траву из-под снега. В случайность совпадения этой акции с приездом премьера правительства при всем желании поверить не сможем. Как бы нас в этом не убеждала губернаторская алтайская правда, все деревья высотой не менее трех метров высаживаются в осенний период с комом. Так как деревья сейчас находятся в спячке, это обеспечивает их хорошую приживаемость. Но этот казус алтайских властей сущий пустяк по сравнению с тем, как подставили Медведева в селе Санниково. После этого визита о позитивной повестке, к которой готовились власти и единороссы края, уже никто не вспоминал. Скорее всего, история, случившаяся во время визита Медведева в Алтайский край, войдет в учебники по пиару, чего ни в коем случае нельзя допускать. Назовут ее, скорее всего, Санниковский инцидент. Потому что именно после нее впечатление отважного совещания по развитию сельских территорий с участием членов Кабинета министров оказалось загубленным. Практически на всех федеральных и региональных телеканалах на первом плане в новостях оказалась женщина, с криком отчаяния бросившаяся в ноги к председателю правительства России. Россия, вставшая с колен, с размаху падает на колени перед главным в стране поправящей партии и правительству. Ее эмоциональное обращение затмило речи вице-премьера Алексея Гордеева, доклада министров Ольги Васильевой и Максима Топелина и уж тем более выступления сибирских губернаторов. Три года уже нет воды горячей. В ванной комнате 10 градусов. Стоя на коленях, жалуется Дмитрию Медведеву, жительница Алтайского села Санникова Татьяна Кадукина. Безобразие, конечно. Надо разбираться. Вы в курсе этой проблемы? Спрашивает премьер-министр России губернатора Виктора Томенко. Глава региона отрицательно качает головой. Репортаж с этим эпизодом выходит в прайм-тайм в новостях федерального телеканала «Россия». Региональным властям дано поручение в кратчайшие сроки выделить деньги на решение проблемы с горячей водой. Конечно, можно было бы списать этот досадный казус на неопытность Виктора Томенко, который занимает пост губернатора Алтайского края чуть больше года. Он впервые в качестве главного должностного лица региона принимал второго человека в государстве. Нет смысла обсуждать важность визита для него лично и для местной элиты, сплошь состоящая из членов партии «Единая Россия». Местные чиновники обязаны были тщательно подготовить место и правильный народ, который в восторге должен был бросать в воздух чепчики и кричать «Слава Ер!». Или что-то в этом роде. Цель приезда Медведева-Всанникова была совсем иная. Показать всему российскому народу, что, несмотря на отдельные проблемы, благодаря федеральным проектам, под неусыпным оком партии власти и правительства, у российского села есть будущее. А тут по факту вместо рассказа о динамичном развитии деревень в стране показали всю убогость и безнадегу российской глубинки. Мало того, продемонстрировали с убийственной для власти убедительностью, что местные чиновники, с одной стороны, не в курсе, что у них творится под боком, с другой, что они не в состоянии решить элементарные житейские проблемы. И причины этого миллион. Случаев с Анникова лучшие доказательства того, что проблемами малой энергетики населения никто всерьез не занимается. Даже в Сибири, где это всегда было приоритетной задачей. Хотя так было достаточно давно, еще при СССР. Сегодня важнейшая социальная задача требует системных решений на уровне федерации. Усугубляется ситуация для авторитета власти во главе с премьер-министром и губернатором еще и тем, что Санниково это не деревня в глуши. Село расположено в Первомайском районе края, в 10 километрах от Барнаула. Люди живут в коттеджах на своей земле, а на работу ездят в Барнаул. То есть далеко не нищая сибирская деревенька за сотни верст от цивилизации. Это к тому, что в качестве места для высадки федерального десанта во главе с Медведевым Санниково было выбрано как раз из-за обеспеченности его жителей, которые по идее не должны иметь бытовых и социальных проблем. И тут такой грандиозный прокол. После публичного стояния на коленях пожилой женщины перед премьером правительства делать вид, что все хорошо, что все идет, как планировалось и надо, было уже недопустимо. В репортажах официальной прессы сплошное недоумение. Если такой ДК выбрали для приема премьер-министра, то в каком состоянии находятся остальные учреждения культуры края? Москвичи такими особенностями гостеприимства алтайских властей были по меньшей мере и удивлены. Гости получили сквозняки и холодную воду в кранах. Давно не секрет, что в нормальном варианте накануне приезда любого высокопоставленного гостя в регион, а уж тем более президента или премьера, на столе губернатора обязана лежать бумага с мониторингом местных СМИ, а рядом с ней записки от профильных специалистов. Схема должна собраться идеально, никаких белых пятен, никаких секретов, никаких неожиданностей. А в этом случае губернатор не был даже в курсе элементарных проблем села, в которые привез премьер-министра. Это при том, что местные СМИ с 2016 года рассказывали, что в Санниково жители сталкиваются с коммунальными проблемами. О том, что чиновники заявляли о неэффективности подачи горячей воды в три многоквартирных дома. О том, что Минстрой региона от решения проблемы открещивается. Но почему-то об этом не знал губернатор Виктор Томенко. В итоге вся страна увидела неспособность алтайских властей оперативно среагировать на внештатную ситуацию. Заготовленного ответа на вопросы Медведева не нашлось. Томенко нанесен серьезный имиджевый удар, на исправление этого придется потратить немало сил и времени. Санниковский инцидент показал всей стране убогость заявления власти о России, вставший с колен, народ который все чаще падает на колени перед отечественными вельможами либо вынужден обращаться со своими житейскими проблемами к мировому сообществу. Точно так же, как за произошедшим легко прослеживается несостоятельность всей кадровой политики, при которой губернаторами становятся люди случайные. Российские чиновники со своим классическим раздолбайством вот кто подставил премьера Медведева на Алтае. Тарас Евтушенко